Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Добрый день, уважаемые посетители моего канала. Знаете, вот пошла тема о воде, о густоте крови. И эту тему давным-давно для себя прошел. Почему я в ней так и ориентируюсь и вижу, что какие-то рекомендации хлебать в воду, ходить с этой бутылкой, не соответствуют тем ожиданиям, которые люди хотели бы. И вот в 2009 году у меня появилась возможность создать фильм. Свой собственный фильм о воде. Как раз вышел фильм про воду, и там так красиво больше рассказывалось о волнах, показывались различные там картины. Ну, короче, красивый, но не настолько информативный фильм, как было заявлено. Я же со своей стороны как раз сделал упор, ну, вы меня знаете, я сделал упор на насыщенность информации. И вот как раз мой фильм называется «Целебные свойства воды и ее применение», просмотрев который, вы бы понимали, что, что и как делать. И когда я вот начали приходить ваши отзывы про питье воды, про разбавление воды, вижу, да вы особо не в теме, вот что-то там написать, что-то там рассказать. Все уже написано, все уже рассказано. Вам остается, остается посмотреть этот фильм. И тысячи просмотров нету этого фильма. Ну, знаете, как бы сказать, вот ты работаешь, и все это куда-то идет впустую. Вот начнем с того, что приготовление талой воды, как это делать, вы можете посмотреть, что, что, как, делается подробнейшим образом. Приготовление противой воды, так называемой, что такое за вода, как она приготавливается. А зарядка воды минералами в фильме есть. Как это все, я тут показываю на Шунгите, ну, столько, говорю. Источники, в которых я купался, знаменитые гремячие источники вода. Кремняя вода, что-то такое, как ее делать. Сребряная вода, ложка для, сребряная ложка для воды. Кстати, у меня своя, собственно, ложка. Я ее с собой беру постоянно. Зарядка воды магнитным полем есть, конечно, есть. Вот здесь как раз и рассказывает, что делает вообще магнитное поле. Так как наша КРУ представляет собой эритроциты, которые содержат железо. И вот если нету заряда в эритроците, то они слипаются между собой. И образуются такие какие-то, знаете, как стопки монет. Они должны отталкиваться. И вот как раз магнитная вода, и она кое-что в этом отношении позволяет сделать. Колокольная вода. Что, как и чего. Очень удивительная вещь. Настаивание воды на жемчуге и кораллах. Вот тут девчонки купаются в ростовском бассейне. Вода настоянная на минерале гематит. Есть такой минерал. На белом агате. Ну то есть можно настаивать на разном. Хрустальная вода. Вода настоянная на янтарье. Даже вот такая интересная вещь, о которой вы, возможно, даже не слышали. Она есть. Называется динамизирование воды. Что это такое? А это, оказывается, придание воде энергетических свойств. Откуда мы их можем взять? Посмотрите, узнаете. Всё легко и просто. То есть этот вопрос очень тщательно изучал для себя. Влияние процесса кипения на воду. Вода белого ключа. Что это такое и что там помогает. Обработка воды звуком. Интереснейшая вещь. Всё это сохраняет в себе. Введение мысленной информации на воду. То есть мы можем воду, так сказать, использовать как проводник для своих желаний. Да много чего мы можем. То, что я там, допустим, видел. И многие у нас видели. Так и сяк. А вот есть такие изощрённые методы зарядки воды через особую чашу. Когда я, опять-таки, был на Первом канале. И ходил там по разному роду, значит, жил, посещал магазины с разными мистическими штучками. Ну, короче, вот в таком виде. То я там увидел особую чашу. Она, конечно, дорогая. И её трёшь за ручки специальные. Она начинает вибрировать. И там как раз рисунок есть. Ну, вот вы это всё тут увидите. Рисунок. И начинают идти вибрации. И вода начинает закипеть и фонтанировать. Как раз четырёх. Вот как даже можно использовать воду, заряжая её определёнными частотами. Так, поющие чаши и зарядка воды. Даже, видите, вот так можно это дело сделать. И дальше вот интересная вещь про японского учёного, который начал фотографировать воду. А именно её кристаллы. То есть он как раз и показал всему миру, что в зависимости от энергетического воздействия на воду, с помощью слов, с помощью мыслей даже, с помощью показывания каких-то, ну, как говорят, картин, можно воду делать благородной, получать удивительные кристаллы, на которых наш организм работает лучше всего. И можно в то же время, если человек не понимает ничего этого, с помощью своих же собственных слов, мыслей, настолько воздействовать негативно на воду, что там образуются совершенно, ну, говорят, такие образования в воде, которые, наоборот, подавляют жизнедеятельность клеток. Поэтому очень важно следить за своим собственным умом и языком, что мы там говорим, чтобы в первую очередь, вот мы кому-то там что-то желаем там зла, кого-то там обзываем, там материм, в первую очередь, вот весь этот посыл слышит наша, собственно, вода, которая в организме, которая в каждой клеточке. И, естественно, она уже на вот этом вот особым, самом тонком уровне, она начинает разрушаться, она начинает приобретать такие, которые несовместимы с жизнью вообще, представляете? Поэтому нравственность, следение за своим собственным языком, за своим собственным умом позволяет уже оздоравливаться. Особенно это относится к раковым больным, которые пугаются, которые вот живут, будем говорить, под каким-то гнётом. Вот от этого надо всего избавиться, потому что это всё ещё подавляет. Плюс ещё, ну ладно, я на это не буду распространяться, но вот эта вот внутренняя экология по отношению к собственной воде, вот как раз показана вот этим японским учёным, но он так вот рассказал, а я это рассказал вот так, как до этого я говорил. То есть важность понять. Можно просто, знаете, вот какие-то кристальчики там и всё, там красиво, а говорить о важности вот этой красивой, структурированной, благородной воде внутри своего организма, а вот это уже я заострил внимание. И если мы будем поступать, мы уже с помощью просто своих собственных мыслей и слов начинаем оздоровление у себя на уровне воды, которая является основой нашего организма. И вот как раз я тут это всё разобрал, тут ещё какие-то что, какие там слова, там вот эти вот это. Какая музыка влияет? Вот я слушаю музыку такую. Значит, тут я свою музыку поставил. То есть вы можете мою музыку слушать. Я сделал целый альбом, вы можете найти на канале и те мелодии, красивая музыка, которая вам понравится, вы можете её слушать. Ну, вы также можете, естественно, слушать и классика. А вот это как раз вот здесь вода, которая получается от того, что мы вот этим своим умом, как инструментом, самым важным инструментом, мы им не можем пользоваться и просто-напросто сами себя разрушаем, произнося разные слова и прочие вещи. Тут я купаюсь, нельзя её. Живая и мёртвая вода, щелочная и кислая. Вот можно приготовить на специальном приборчике. И, наконец-таки, начинается тут водолечение. Рассказываю о водолечении, как делать тот же испанский плащ. Очень процедура великолепная. Как всё это делать? Делается. Другие процедуры. Как там обёртываются какие-то методы. То есть, в своё время водолечение, да, она есть и часто, довольно-таки мощная процедура. Что, что и как делать. Но со временем всё это подзабывается. Вот просто-напросто обливание. Обливание. Это уже лет, наверное, 10 назад. Ну, если не больше. Нет, больше лет, наверное. Ведь уже возраст такой, 70 лет. Ты думаешь, сколько ж тут тебе лет. Ну, где-то лет, наверное, 55, может быть. Может быть, ещё меньше. Вот я тут ныряю. Любил я купаться. Да и сейчас люблю. Съёмка в 2009 году. Насколько я изменился за, 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 за 13 лет. Вот, в 2009 год. А сейчас уже не 13 лет. А сейчас у нас сколько, 24-й, грубо говоря, уже за 15 лет. 15 лет назад это всё было. Вот, что там. Изменился, не изменился. Так что, смотрите фильм. И берите из него то, что, ну, посчитается нужным. Информация великолепнейшая. И, знаете, вот она как-то вот так вот где-то осталась. И никто её не смотрит, знаете, там, под какими-то уже пластами покрывается.